и там есть некая история такая в ходе которой появляется главный появляется главный герой которого зовут шива то есть это отшельник который начинает там заниматься медитациями до этого его развитие происходило по принципу разрушения то есть у бога шивы у бога вишну было три проявления это бога индры было проявление это бог кришна бог вишну и бог и бог шива шива если вишну все восстанавливал а кришна делал все красивым то бог шива он делал все разрушал и вот такое существо проявилось человеке который решил в мире создать потенциал и у такого человека появилась жена со временем ее звали права те и у них появилось двое детей это дочь лакшми и дочь и сын ганеша сын ганеша это был прообраз слона дочь лакшми это было прообраз девочки они шива и его жена права те бесконечно друг друга любили их любовь была святой она бесконечно проявлялась поклонялась и служила своему мужу он свою очередь делал все для того чтобы она ощущала себя счастливым и есть истории ну и вот в этом об опасе в этой истории говорится о том что бог ганеша это некий слон или божество в виде слона чем интересен слон слон очень трудолюбивое животное слон это животное которое не может жить одиноко слоны любят своих детей слоны они имеют помимо ног еще и хобот которым они работают слоны они способны выживать не несмотря на большой вес слоны очень трудолюбивые слоны всегда находят пищу и так далее то есть у слонов очень много преимуществ и считалось что поклонению такому богу ганеши может помочь человеку сделать бизнес и так далее ну и там допустим была мантра или там есть ряд мантр ну как вспомню допустим гангана по той она маха это мантра поклонению ганеши и вот человек начинает думать я буду он нашел мантру такую ганапати или нарисовал даже символ ганапати и начинает такому символу поклоняться и начинает произносить словам гангана по той и на маха и даже представлять слона в сияющих таких одеждах как допустим описано в какой-либо тантре индийской или там в какой-либо храм вы пришли там видите слона ганапати и так далее но здесь нужно узнать и очень часто люди начинают поклоняться а ничего не происходит я часто это вижу когда люди читают мантру денег или начинают читать мантры защитные или начинают читать мантры или поклоняться каким-либо божествам индийского пантеона и так далее но ничего не происходит почему потому что человек обычно хочет потому что это ему нужно ему нужно то есть вам нужны деньги вы поклоняетесь ганэше а тут вопрос такой а ему это нужно а ему это нужно кому ганэше но его же нет как это нет если вы хотите чтобы он вам дал но это же все психика психологии вера нет это работа с эгрегорами которым тысячи лет десятки тысяч лет намоленными энергиями и им этим энергиям они действительно могут что-либо сделать для человека и здесь такой вопрос а этим энергиям нужно чтобы они давали вам ведь они же работают по принципу накопления энергии и много людей читают эти мантры этой энергии накапливаются они сдерживаются и в ментальной проекции этого мира находятся в виде вот такой совершенно четкой четкой энергии которые до действительно через ментальные намерения миллиона миллиарда людей которые уже умерли но читали эту мантру поклонялись и проводили пуджи яги и они сформировали это все и там нужно просто открыть кран и получить но человек молится он добавляет но не получает почему не получает потому что той энергии нужно или она должна хотеть вам дать она должна хотеть вам дать она должна хотеть вам дать если ганеша деньги материальное благополучие сил лакшми там возможности предпринимательства если баладжи то сумасшедшую энергию и здоровье и везение ну и так далее если это тарата ума если это баджа пати допустим то уничтожить врагов устранить это все но это все виды энергии которые должны хотеть вам это дать и что я хочу сделать я знаю что нужно сделать для того чтобы эти энергии хотели вам давать если с вами мантры эти не работают они без определенного такого подключения как правило и не работают то можно эти мантры заставить работать если провести такие обряды это обряды которые называются прямое подключение то есть эти энергии хотят давать поверьте